Возможно, это один из последних номеров газеты «Сельская жизнь». В издательстве «Слово», что скоро закроют, страницей статищего печатали 6 лет. Цену в 15 тысяч за услуги здесь еще тянули. В другой типографии выкладывать придется в полтора раза больше. Подтянет ли газета новые расходы, редактор Алла Новикова не знает. Ведь доходы падают. Да и кризис потрепал районное издание. Здесь вопрос не только в том, что повышаются типографские услуги. И это почти к краху нас приводит. Ну, почти к краху. Я же не говорю, что к краху. Вопрос в том, что дорожает вообще все. Все услуги. И бумага, и типографские, о чем мы говорим сейчас. Дорожает аренда. Все, с чем соприкасается издание газет. О том, что слово, принадлежащее столичному бизнесмену Аркадию Евстафьеву, закрывается, стало известно неделю назад. Провинциальный газетный бизнес его больше не интересует. Буклеты, рекламные издания, брошюры печатать будут. А вот от выпуска периодики сплошные убытки, уверяют руководители предприятия. Да и оборудование работало в полсилы. Год назад издательство, так же, как и другие издательства, имело объемы, превышающие нынешние, ну, процентов на 50. И вот этот вот рынок печатных изданий, он как шагреневая кожа. Сейчас съеживается в силу экономических каких-то проблем. В цехе, где печатались газеты, пока еще работает больше 30 человек. Куда они пойдут после увольнения и что будет в пустом помещении, пока неизвестно. Но общественники уверены, отголоски закрытия будут слышны еще долго. 30 газет, большинство из которых печатаются для районов, скорее всего, снизят тиражи или вовсе закроются. Ну, обнищение, духовное обнищение народу, это уже чувствуется, уже вот это на потребу вся эта желтизна, гламур. Почему? Потому что серьезного чтения, к сожалению, оно все больше недоступно населению. Сейчас газеты, что печатались в слове, ищут нового издательства. На это у них есть еще неделя. Последние страницы здесь напечатают 31 марта. Кристина Трушина, Александр Кравченко, Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова